Друзья, я всех рад приветствовать! Мы находимся в BMG Drive и прямо сейчас мы на многокилометровой высоте, где вот этими рабочими ведутся подготовительные работы к горнолыжному сезону. Их задача изготовить многокилометровый горнолыжный спуск. И честно сказать, со своей задачей они успешно справились. А технику в данный момент необходимо спустить. Но вот незадача, друзья. И, друзья, немножко погода поигралась и поверхность данного спуска покрылась льдом. Если бы этот спуск был бы снежный, еще можно потихонечку эту технику спустить. Мы это понимаем прекрасно. Но, друзья, что если сейчас вот из этой поверхности корка льда? Корка льда, которая просто так спуститься этим ребятам не даст. Но начальство ждать не хочет и говорит потихонечку, ребята, вы должны спустить. Ведь нам нужна техника внизу. Поэтому мы вас ждем. И поэтому сегодня, друзья, нам необходимо спустить все эти четыре транспорта и сделать так, чтобы этот транспорт не пострадал. Первым у нас поедет вот этот подъемничек. Второй подъемничек поедет уже немножечко побольше. Далее автобус непосредственно с бригадой, которая здесь работала. Ну и самый сложный, по моему мнению, транспорт, это, конечно же, грузовик МАН, который служил здесь для разгрузки и погрузки снега. Стоит заметить, друзья, насколько только этот спуск крутой. И мы уже на этом спуске катались на санках и прокатились до самого низа. С третьего раза это получилось сделать. Но погодка, вот поверьте, была совершенно иная. Погрузчик поедет первым, потому что он маленький. Я думаю, что цепкости с дорогой... Ну вот я вот про эту цепкость говорил, друзья. Вот я про эту цепкость и говорил. Я думал, чтобы так... Включи, пожалуйста. Включи, пожалуйста, сирену. На всякий случай. Вот я про эту цепкость и говорил, господа. Но спустить технику надо, поэтому держи. Держи машину. До конца спустимся. Ой, ее сразу же уводят в деревья. Нет! Ты что? Ну давай топи газ! Газ! Черт! Ё-моё! Все с первого же раза! Ну, слушайте, я не знаю. Может быть, он еще, конечно, в рабочем состоянии. Но, кажется, учитывая, что я управлять уже не смогу во всем этим делом. Все, опять деревья ловим. Опять деревья на огромной скорости. Он держится! Он застрял в решетке в этой. Но удар на огромной скорости от дерева. Это, естественно, конец. Все, запутался он в этих деревьях, в этих ветках. К сожалению, погрузчик. Это пока самый маленький транспорт, который мы попытались спустить. Не спасли. К сожалению. Он будет сейчас еще лежать здесь. А, он сейчас дальше у нас поедет. Слушайте, есть вероятность, что он может нам помешать в дальнейшем. Потому что у нас на каждый транспорт одна попытка. То есть я специально сделал несколько транспортов, что у нас была одна попытка. В конечном итоге ты тоже покатился! Ты тоже решил спуститься? Ну, ладно. Я думаю, что, друзья... Хотя, опять же, наверняка он куда-нибудь улетит в деревья, насколько я полагаю. Но скорость, заметьте, по 200 км в час. Как и... Обалдеть. Вы просто посмотрите. 200 км в час просто вывалился из кабины погрузчика. Погрузчик отдельно. Там труп уже. То есть не думайте, что ему больно. Он там пляшет. Нет. Нет. Он уже труп. А вот эта вещь, которая еще пока вроде бы... Давай-давай, на колесики вставай. Которая вроде бы под восстановление еще годится. Я прям вижу. Ну-ка попробуем сейчас поуправлять им. Ну, поднимаются, смотрите. Да, работает. Пока работает еще. Но это было пока. Ударом еще один происходит. На скорости под 200 или даже под 300 уже там километров в час. Ну все, разрывает на части его. А где наш водитель? Охренеть! Вот это скорость! Вот это... Опять в деревья улетает. Так, подожди, я тебя догоню сейчас. Вы заметили, какой склон? Насколько он дает большую скорость? Все. Еще раз! На елочку наматывает. Намотало! Именно посмотрите. Вот именно намотало. Как на катушку наматывает. Вот точно так же здесь, друзья. Намотало. И это первый спуск. Все, он по рации даже не успел передать. Все думали, что он уехал. Все хорошо. Ну а следующий у нас тоже, друзья, погрузчик. Но этот погрузчик немножко побольше. Чтобы ничего лишнего не цеплять, я, наверное, сразу на всякий случай подниму. Все это дело. Мало ли что. Мало ли что. Не хочу зацепиться. Хотя, наоборот, я могу зацепиться об верхушку какой-нибудь ветки. Ну ладно. Сейчас потихонечку попробуем. Хотя здесь уже колеса другие. Есть вероятность, что они дадут сцепление. Я надеюсь, конечно, на это. Но, скорее всего, нет. Ну, погрузчики, колесики маленькие. Колесики... Ну, вроде, смотрите-ка. Здесь нас уже несло. На погрузчике. Знаете, говорят, когда гололед, нельзя тормозить. Что на переднем приводе, что на заднем. Возможно, это правильно. Но вы представляете, не тормозить на таком склоне. Это же просто... Все. Покатился. Я понял. Давайте не буду тормозить. Да я не буду тормозить. Все, меня опять уводят в сторону. Все, я понял. Я... Я... Я подгазовываю. Да черт, выворачивай. Я подгазовываю. Все, тормозим. Тормозим. Так, скорость уже 100 км в час. Давай назад. Я постараюсь сейчас выравнивать. Так, держись. Держись, пожалуйста. Скорость 150 боком. Ну нет, это опять деревья. Это опять деревья. Сейчас колесом заденем. Ну вот. Ну ведь... Ну как? Кабина просто... Кабина остается. Его тоже намотало, получается. Только даже не на дерево, друзья. Его намотало на рекламный щит. Так, а что у нас с техникой? Техника также, друзья, мертва. У нас два трупа. И минус две техники. Не знаешь, чем заняться в эти зимние вечера? Проводи их за чашечкой горячего чая в криминальной России на серверах Радмира. Тебя ждет большой красочный мир, в котором ты сможешь воссоздать свою вторую жизнь. Здесь уж тебе точно не будет скучно, и ты найдешь для себя интересное занятие. Ведь именно в эти зимние дни для вас приготовлено множество интересных мероприятий, которые не дадут вам заскучать вместе с вашими друзьями. От себя, в свою очередь, я приготовил подарок в виде 75 тысяч рублей и трех дней золотого вип-статуса. Для их получения обязательно регистрируйся по моей ссылке в описании. Это очень сильно поможет тебе в первоначальном развитии. Я играю здесь уже 7 лет и буду очень рад видеть тебя. Приятной игры. Да, друзья, некоторые рабочие протестуют и решили на ночь остаться здесь, на этом морозе, и прождать всю ночь. И, возможно, они поступили правильно, но остальные заплатили за проезд. И теперь мы попробуем спуститься на автобусе. И, мне кажется, на нем будет уже полегче, поскольку здесь 4 колеса и вести они должны себя уже хорошо, хотя сразу пошел за нос. Работать! Держитесь, пожалуйста, просто. Ребят, не волнуйтесь, вас везет профессионал. Вас везет профессионал, не волнуйтесь, только, пожалуйста. Все, выравниваемся. Так, самое главное здесь выравниваться. Мне кажется, моя ошибка в том, что я торможу. Неважно, какой привод у автомобиля, передний, задний. И, если тормозить на льду, то это приводит к неуправляемому заносу. Так, подожди, выравниваемся. Выравниваемся. Тихо, тихо, спокойненько. Спокойненько. Так, у нас сейчас будет впереди подлет. Вот здесь самое страшное. Если мы перевернемся... Ну, держи ты за нос, господи. Тихо, подлет. Есть подлет, хорошо, держи. Держи, держи, нормально все. Не переживайте. Так, заносы... Слушайте, ну, занос... Ну, контролируемый, можно сказать. Хотя нет. Хотя нет, только не переворот. Только не переворот. Держи. Держи эту машинку. Еще один прыжок. Также вывозим его. Так, и главное здесь сейчас выровняться. Слушайте, ну, заносы хорошие идут. То есть я сейчас торможу полностью. Никаких... Нет, вперед, 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 вперед. Черт. Все, это конец. Это... Ё-моё. Я не знаю, мы там сможем проехать через деревья, нет? Ну, буквально вот через этот лесок. Вообще никак, да? Нет. Нет, на скорости 240 км в час задеваем. Ну, все, это разрыв. Это полнейший, друзья, разрыв. Все, это... Это трупы очередные. И те, кто остался наверху, по всей видимости, были правы. Слушайте, ну, немножко не вырулил. Потому что здесь развилки. Из этих развилок... Ну, по льду, друзья, выполнить какой-то выворот на развилку практически невозможно. По этой причине мы наблюдаем сейчас трупы, которые... Которые просто, друзья, вываливаются. Вываливаются. У нас автобус на две части разорвало. Основная часть куда-то вообще улетела. А мы же с вами добиваем вот это деревце. Дружище, вон твоя братва. Вон там она. Давай к ним. Рядышком. Сюда. Рабочие тоже, друзья, не доехали. Ну, не знаю, друзья. Что-то мне подсказывает, что в салоне автобуса им было бы умирать более комфортно. Наверняка. Но оставлять здесь никого, друзья, нельзя. Вот просто нельзя. Поэтому попробуем спуститься. Есть у меня небольшой план. Наверняка, знаете, поговорку «Тише едешь, дальше будешь». Если спускаться прямо вот по сантиметру, я понимаю, что это долго, друзья. Но если спускаться по сантиметру, по идее, это может привести нас к успеху. Как я полагаю. И самое главное, это регулировать этот сантиметр. Видите, смотрите. Тормозим полностью. Да, я понимаю долго, друзья. Но смотрите. Тормоз. Хорошо. Вот. Вот. Так, мы уже на склоне. Да. Здесь еще ABS, если что, да. Все функции срабатывают. Системные. И, по идее, должно получиться. Хорошо. Не-не-не. Так, стоп. Почему прокрут? Стоп. Стоп. Вот. Черт. Все. Все, опять понесло. Опять. Да куда же заносишь-то? Тихо, держитесь. Все нормально будет. Я постараюсь сейчас. Все. АБС вроде срабатывает, но это бесполезно. На таком льду, который сейчас здесь, друзья. Это просто бесполезно. 140. Блин, какого хрена на такой фуре 140. Так. Пожалуйста. Держитесь. Парни. Держитесь. Мы доедем. Мы. Куда ж ты? Мы доедем. Я сказал, что мы. Все. У нас. У нас занос. Держимся. Ребята, держитесь. Так. Небольшой. Небольшой подъемчик. Опа. Вернее спуск. Прыжок. Хорошо. Держитесь. Не улетайте только. Только выравниваюсь. Выравниваюсь. Так. Еще один. Еще один прыжок. Все. Все. Это конец. Куда вы катапультировались-то? Куда вы катапультировались? Ё-моё. Ну, кстати. Ну, в деревья. Опять же, в деревья, друзья, улетают. Если бы еще у кого-то был шанс. Вот уже труп у нас здесь. Видно, его разодрало. Здесь у нас попадает в дерево. Камазик. Это нереально. Это просто, друзья, нереально. Ребята тоже улетают куда-то в деревья. Все. Разрывает на кусочки. Что говорит о том, что здесь шансов уже не было. Кто-то остался живой или нет? Кто-то еще едет? По-моему, никого. Ну, тоже, скорее всего. Да, уже удар. Удар еще. Поймал. Все. Бензобак. Он улетает. Это бесполезно. Ребят. Это реально страшный спуск. Это страшный спуск. Смертельный. Я не знаю. Я понимаю, что наверняка есть возможность. Хорошо. Ну, вот куда ты поехал, скажи? Куда? Давайте так. Давайте я еще раз попробую на фуре. Но попробуем немножко другой план. Я сейчас попробую пойти, друзья, против всех правил. Да, когда машину такую заносит, конечно, любой. Любой будет тормозить. Я же, в свою очередь, больше тормоз не нажимаю. Я нажимаю. Газ. Да, на таком автомобиле. Да, у меня сзади еще пять человек рабочих. Я нажимаю. Газ. Мне плевать. Может быть, это будет правильным решением. Я не знаю. Но, кстати, нас уже на этом моменте заносило. Сейчас, учитывая, что мы газ жмем, пока все хорошо. Главное, чтобы ребята сейчас не вывалились. Держим. Я не понял. Вот занос пошел. Но главное его удержать сейчас. Удерживаем. Небольшой заносик. Я жму газ. Только-только вперед. Только вперед, друзья. Прыжок. Опа. Раз. Два. Держитесь. Есть. Да куда вы? Держи его. Держи его. Держи. Не отпускай его. Не отпускай. Еще прыжок. Давай, держи. Держи его. Держи брата своего. Держите своего коллегу. Не отпускайте. Еще один. Да что такое? Это опять переворот. Опять. Куда вы опять десантировались? Десантники хреновы. Все. Опять, друзья. Последний прыжок. Это был последний прыжок. Ну все. Понятно. Понятно. Здесь смотреть, друзья, не на что. Опять разрывает полностью фуру. А ребята? А где ребята? А вот они толпой несутся. Слушайте. А есть ли возможность, что они все-таки пройдут до конца? Вы посмотрите. Ну, если, конечно, им повезет, они управлять не могут. Скорость у них, наверное, более 100 км в час. А вот и дерево. Дерево, в которое они врезаются всем. Ну, это конец всем. Я не знаю, друзья. Я не знаю. К сожалению, у нас не получается спускаться. Это смертельный спуск. Погибли все сегодня. Абсолютно все. Я не знаю, может быть, нам другая машина нужна. Может быть, еще попытки нужны. Но, к сожалению, сегодня без единой радостной новости. Погибают абсолютно все. Если вам, друзья, этот выпуск понравился, ну, поддержите его, пожалуйста, своим лайком. Также не забывайте писать свои интереснейшие идеи на этом спуске. А я же, в свою очередь, каждого из вас. Благодарю за просмотр. Желаю всем удачи. И всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok